Тишина сразу стала, да? Кто нарушает волос кроме меня, я его пакую и увожу, за нарушение дисциплины, я еще раз говорю, я понял, здесь никто не повышает кроме меня волос, вот, кто нарушает дисциплину, я пакую и увожу его и даю суть, это причем очень важно, нас это уже все оговорили, здесь все будет ровно, ситуация будет контролируемая, потому что я за нее отвечаю, я должен вас защитить и должен с вас, чтобы волос не упал. Понятно, да? А мы все стоим и друг другом общаемся, не на повышенных тонах, мы все сейчас все объясним. Значит, на сегодняшний день было создано оперативно-следственные группы, в состав которых вошли таможенники, в состав которых вошли прокуроры, в состав которых вошли БЭП, служба экономической безопасности, и госавтоинспекция. Четыре группы, которые на сегодняшний день сейчас начинают работать. Милиция должна отрабатывать деньги налогоплательщиков. И коль мы столкнулись с подобной ситуацией, что машины заблокированы, чтобы не просиживать свои штаны просто так, мы будем сейчас полностью проверять все пакеты документов, которые у вас являются. По затаможке, по растаможке создан штаб. Данный штаб находится сейчас в Херсоне. Сюда подключены фактически все областя, в которых непосредственно будут находиться и ваши фирмы в том числе. Сейчас будем поднимать вопросы лицензирования, имели ли право продавать этот, те или иные продукты, где затамаживались брокерские конторы. Сейчас мы вместе все задавим коррупционную схему по таможенным и растаможенным продуктам. Вот и все. Поэтому каждого водителя попрошу сейчас пройти к своему автомобилю и приготовить все имеющиеся у него документы, начиная от удостоверения личности, потому что мы находимся в приграничной зоне. И мы должны знать каждого человека, который находится здесь. Проверка документов, удостоверение личности на автомобиль и на груз. Все это должно быть в одном пакете. Две оперативно-следственные группы начинают свою работу через 10 минут. Поэтому всех водителей попрошу пройти к своим автомобилям. Я работаю вместе с ними. Меня вы видите. Если есть какие-то или возникают с правоохранителями претензии, трудности, здесь будет тут же работать прокурор, который будет выявлять нарушения и наказывать виновных. В том числе и правоохранителей. Все могут записать водители мой номер телефона. И в том случае, если они чувствуют к себе неправомерные действия со стороны правоохранителей, так же можете мне звонить и ко мне обращаться. Но голос повышаю только я. И только для того, чтобы вы меня лучше слышали. Не больше и не меньше. Это понятно? Сейчас вопросы какие-то ко мне есть? Нету. Поэтому все водители разошлись по своим автомобилям. Те машины, у которых не будет водителя, будут признаны бесхозными. Будет составляться акт и мы будем решать, что с ними делать дальше. Все. Я закончил. Десять минут на сбор.